Всем здрасте! Всё, я наконец созрела на новую картину. Сейчас пойду искать холст. Вообще, я любитель холстов, которые делаются собственноручно каким-нибудь мастером, а не покупных. Поэтому я нашла в Уфе одну лавку художественную, где холсты делают мужчинам. Сейчас посмотрим, есть ли размер, который мне нужен. Всё, я дошла до студии. Здравствуйте! Вот здесь все картинки. А подскажите, пожалуйста, есть у вас холст метр на восемьдесят? И в какую цену он будет стоить? А вот я прямо отсюда вижу метр восемьдесят. Всё, я купила холст. Вот он со мной идёт. Потом до дома дойду, распакую, покажу и расскажу про него. И какие вообще холсты стоит покупать, какие нет. На наглядном примере. Так, я принесла два холста. Один у меня сто двадцать на восемьдесят. Я его купила в простом художественном магазине. И второй холст. Не затягиваюсь. Ладно. Идут, в общем, там другой холст. Метр на восемьдесят. Его я купила у мастера. Ну, как мастера. Человек, который, в общем, натягивает холсты сам. Наверное, начнём сначала с первого. Первое, что нужно обращать внимание, когда вы покупаете холст, это его натяжка. Каким образом строились этапы его натяжения. Вот если посмотреть на этот холст, вот так, мы увидим, что вот здесь уже всё прокрашено, всё так красиво, всё так ровненько. вот на расчерченные какие-то карандашиком линии. И мы понимаем то, что этот холст, сначала вот эта ткань, которая натянута на холст, сначала она грунтовалась при помощи производственных каких-то, производственной техники. и только после этого она уже готовая, натягивалась на холст. Минусы такого производства холста из-за того, что сама ткань теряет вот эту вот эластичность и возможность качественно натянуть ткань на подрамник. И из-за этого, как бы ты там его не натягивала, всё равно вот это провисание, вот это хождение, оно всегда будет. И что бы ты ни делал, допустим, вот тут даже есть места для колышек, как бы ты их не разбивал эти углы, всё равно хорошо натянуть холст уже не получится. это не значит, что холст плохой, просто при написании будет дискомфорт для самого себя, потому что каждый раз, когда ты там будешь нажимать на ткань, она будет провисать. А этого желательно, конечно, не делать, потому что неудобно. так, теперь мы его уберём. Поэтому, в принципе, если вы пользуетесь такими производственными холстами, пожалуйста, ничего плохого я в этом не вижу. Просто для общего самоощущения при работе вот это сказывается. А вот этот холст я покупала у человека, который делает их сам. Вот посмотрим. Та-дам! Мы также видим вот эти вот белые бортики на ткани. Такой вот ровный, ровный обрез. И мы понимаем, что что человек, во-первых, он сделал цельный, цельную подраму. Мы его не сможем никаким образом регулировать. Это раз. Во-вторых, он купил просто холст, а не холст, он купил ткань уже загрунтованную в рулоне. Они продаются и, естественно, они грунтуются тоже как бы на производстве. В принципе, что вот здесь ткань натянута, что здесь ткань натянута, она одинаковая. Возможно, даже с одного завода, грубо говоря. просто человек купил уже готовую ткань загрунтованную и просто взял и натянул его на подрамник. Подрамник, в принципе, человек, скорее всего, тоже сам не вырезал. И его купил, сложил, натянул. Естественно, по себестоимости это выходит намного дешевле, если покупать цельный сразу. Но, человек это сделал и просит в два раза больше ценник, нежели в магазине, ну, такой же холст стоит. Они примерно одинаковая себестоимость в магазине. когда я покупала и тот, и этот, примерно за одну и ту же сумму плюс-минус 50 рублей. Но здесь метр двадцать на восемьдесят, а здесь метр на восемьдесят. И, естественно, по логике вещей он должен стоить дешевле. Но из-за того, что это сделал человек своими ручками, ну, сделал это не очень качественно, он попросил еще рублей на триста дороже. Я считаю, то, что это глупая переплата и покупать такие холсты у людей бессмысленно. Можно просто купить это в магазине и не париться вообще. Так что, я решила, что больше в этой мастерской я холст покупать не буду. Я его купила так для того, чтобы просто это сравнить и показать. И сейчас я покажу свой любимый холст, который был действительно сделан собственноручно. Там все сделано почти с любовью. И сейчас я покажу, как должен звучать. А, кстати, вот этот моего не послушали. В принципе, глухомат. Ну, поплотнее. Ну, да. Этот натянут хотя бы чуть-чуть плотнее, чем вот этот. И вот я уже отписанная моя картина. Я ее, я этот холст покупала еще, когда жила в Санкт-Петербурге у человека, который этим занимается. это прям его работа. И необычная такая форма, овальная. Правда, рамы здесь сделаны из ДСП. Ну, так как овал из дерева, это было бы, мне кажется, невозможно. Но он просто выпилен. и вот о чем я говорила. Если посмотреть назад, мы видим то, что сама ткань, она сначала была натянута. Она сначала натягивалась, потому что вот она, пожалуйста, вам бахрома. Здесь ничего не прогрунтовано. Потом он вот здесь вот был закреплен. И после этого только мы видим то, что холст грунтовался. И у него прекрасное сцепление с рамой. У него прекрасно ровный угол. Прям смотрю и сердце радуется. Ну, и о звуках, про которые я говорила. Вы только послушайте. Вот так. Просто барабан. Он настолько хорошо натянут, что он почти не... Нет, он даже никаким образом не провисает. Он просто... отскакивает. И вот за этот холст я считаю, что стоит переплачивать. Потому что он сделан очень качественно. И очень хорошо. Ну, конечно, переплата, она существенная. Но, тем не менее, если ты пишешь хоть что на этом холсте, это уже выведет красиво. Но это мне так кажется. Так что, выбирайте холсты, ищите альтернативы. И если кто знает, где в Уфе можно приобрести примерно вот такого качества холста, пишите мне, пожалуйста. Я страдаю. Я не могу найти. Приходится пока довольствоваться, что есть. Но я надеюсь, что все-таки, так как это столица, есть люди, которые занимаются своим делом, а не просто делают вид активной деятельности. На этом все. Большое спасибо. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok